Акцент на телеканале Первой деловой студии Татьяна Чугаенко. Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о событиях на юго-востоке страны и о возможных вариантах разрешения конфликта. Эта тема обсуждается на всех украинских площадках, этим озабоченные в соседней России. А в минувший четверг украинскому вопросу были посвящены переговоры в Женеве с участием представителей нашей страны, а также России, Европы и США. Тем временем юго-восток продолжает бунтовать. А о том, кто виноват и главное, что делать, мы пообщаемся с политологами. В студии у нас Константин Матвиенко, он эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гордарика». И Виктор Пироженко, эксперт-аналитик украинского рейтингового агентства. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. И мы начнем с женевских переговоров, а именно с четырехсторонней встречи по урегулированию украинского внутриполитического кризиса. Относительно ее результатов, официальный Киев итогами этой встречи доволен. Впрочем, глава правительства Арсений Яценюк говорит о том, что у Украины нет никаких чрезмерных ожиданий по поводу женевского заявления. А вот народный депутат из группы «Суверенная европейская Украина», бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, гораздо более категоричен. Он считает, что переговоры в Женеве провалены и каждая сторона осталась при своих интересах. Виктор, вы также считаете, что переговоры провалились, едва успев начаться? Я бы не сказал, что они провалились. Результат все-таки есть. Во всяком случае, есть согласие всех сторон с неким общим планом урегулирования, которое подразумевает как раз деэскалацию военной силовой ситуации. В первую очередь, в плане применения вооруженных сил Украины противомирного населения и в плане разоружения всех незаконных вооруженных формирований с обеих сторон. То есть, вопрос в том, как каждая сторона трактует эту деэскалацию. И сейчас, очевидно, будет спор о том, кто первый должен начать. Какая сторона должны начать принимать меры во исполнение достигнутых договоренностей. Но, в частности, украинское руководство говорит о том, что уже готовится законопроект об обместе. И призывает всех сложить оружие. Говорит о том, что как раз амнистия будет распространяться на тех, кто сдал оружие добровольно, и на тех, кто освободил захваченные здания. Да, но они ставят предварительные условия. Амнистия распространяется на тех, кто именно сначала сложил оружие, представители Юго-Востока, гражданского общества, и освободили административные здания. При этом ничего не говорится о сроках и путях разоружения правого сектора и других парамилитарных формирований, которые явились движущей силой государственного переворота. Ну, призывали сложить оружие их. Константин, как вы оцениваете итоги Женевских переговоров? Ну, прежде всего, я бы называл тех людей, которые захопили споруды на Певденном Сходе, представниками громадянского общества. А кто это? Это бандиты. Это люди, которые грубо порушили закон, которые становятся величину общественную безопасность. Теперь, что касается подсумков переговоров. Я, как официальный Киев, поделяю больше оптимизмом щодо этих перемовин. Тобто, каждая сторона справді лишилась при своих интересах. Росії нужно было выиграть час для того, чтобы перегруповаться и найти новые приводы, и новые механизмы агрессии щодо Украины. Европейскому Союзу и США было бы нужно все-таки зупинить гостру фазу конфликту. Украине тоже нужно час, потому что час, правда, працюет на Украину и против России. И, соответственно, эти моменты были досягнуты. Чего не было досягнуто и какие претензии до этого заявки? Что там нема згадки про аннексованный и окупованный Российской Федерацией Крим. Но не будем забываться, что и США, и Европейский Союз, и Украина вважают Крим своей украинской суверенной территорией. Отже, эта заявка, включая из спостережной миссии ОБСЕ, цілком поширяется и на Крим. Это же касается и конституционного процесса, который анонсировался в этой заявке. Паша, я прошу, а ось вы дали характеристику свою людям, которые сейчас митингуют и захопливают споруды на певдне и сходе Украины. А в таком разе кто были те люди, которые захопливали споруды в Киеве? Это были самые представители громадянского сообщества. Потому что, по-перше, эти споруды захопливались мирным чином. По-друге, эти люди, власне говоря, реагировали тогда, вы помните, на гострые выклики, которые создавала для них влада. А что касается захоплений споруд на певдне и сходе, я напоминаю, что они были захоплены тогда, когда Россия разгорнула против Украины повномасштабную войну. Это абсолютно разные ситуации, которые были в месяце 30-го. Листопада, когда влада жестоко побила студентов, когда просто началось, мы помнимо, вбивство на Майдане. И то, что произошло тут, на певдне и сходе. Виктор, ваша позиция? У меня один вопрос. А чем отличается захват административных зданий в январе от такого же захвата в апреле? Ну, по-перше, в летом. Не, 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 что может быть в месяцами? Зброей. А тем, что там во Львове и в Киеве захватывали, а там в Донецке и Луганске. В Львове, в Киеве, в других местах зброи не было. Тут в данном разе мало места вбивства. Не было вооружений? Не стреляли из автоматов Калашникова? Во Львове не стреляли? Не, 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 не. Не жгли казарма Беркута во Львове? Шины полылили? Не жгли коктейли Молотова? Не жгли коктейли Молотова? А да речь на этном зброек. Речь в том, речь в умах. Я вопрос можно задам? А куда пропали стволы, триста ствола автомата Калашникова из львовских казарм Беркута? Ну, вы знаете, что вы не сдаёте. Они не сдают, так как это люди вооружённые до сих пор стреляют из них в центре Киева? Стреляют, правильно, стоять вопрос. Так я таки не понял вопрос. Чего вы чекаете? Викторе, вы дозволите мне ответить? Да. Отже, вы поставили вопрос. Да. Куда поделися стволы? Стволы поступово здаются, но правильно поставлена в заяве про оборудование. Раз. Чем они отличаются? Они отличаются с внешними условиями. Тут мы имеем место в Певдене и Схид. Когда Россия начала войну, то есть фактически удар в спину, в том случае это все-таки борьба с тем режимом, который начал стрелять свои войны. Очевидно, какие-то факты должны быть предъявлены войны России на Юго-Востоке. Виктор, я бы хотела услышать вашу оценку событиям на Юго-Востоке. И Константин рассказал его оценку людей, которые там сейчас митингуют. Что вы скажете? Кто эти люди? Я тут не услышал оценки. Это пропагандистские заклинания. По большому счёту, я так не получил ни одного ответа на один поставленный вопрос, чем отличаются захваты административных зданий в Январе и в апреле. На самом деле они ничем не отличаются, ни по технологии исполнения, ни по подбору участников. И там, и там были гражданские активисты, и там, и там идут мирные граждане разных возрастов, разных профессий и так далее. Внешне даже телевизионная картинка событий в Январе, в Феврале в Киеве и в Центре и Зад на Западе Украине ничем не отличаются. Вот с картинкой я сгоден. В Донецке, в Луганске и так далее. И там гражданские активисты, как это не противно вам признавать, и там, и там массовый гражданский протекст с одним лишь различием. Если во Львове и в Центральной Украине, в Киеве этот социальный протест соседлали не у Мандеровской, но откровенно не нацистские группировки, с которыми сейчас не знают, что делать в Киеве, и, собственно говоря, Запад-то с этим согласен. А на Юго-Востоке это как раз антифашисты, это люди, которые предприняли ответную реакцию в ответ на государственный переворот и на политику тех сил, которые пришли в 6-е 21 февраля. А вы бачите гасла, которые там, я перепрошу, Виктор, бачите гасла, которые там проголошуются? Тобто люди выступают так же, как и Майдан, против влади, но ниней діючей. Вони выступают за федералізацію. Дозвольте, я вам поясню, за что они выступают. Вони чітко ставят три вимоги. Федералізація, позаблоковий статус, державный статус російської мови. Всі три вимоги, які вони висувають, можно было бы спокойно обговорювати за круглым столом, якби не одне «але». Воно полягає в том, що це зеркально відображає ультиматум Росії, яка, повторюю, веде війну проти України. Це війна. Крим? Фактов нет. Крим? Як це нема фактів? А в Криму? А вбивство наших людей в Криму? Там, що немало вбивства украинских офицерів? Украинских правосыщиков? Убивств офицеров не было. Так, ну тоді, Викторе, даруйте, але вы еще не меньше перезвухайте. Была одна смерть. Одна смерть була провокатором правого сектора, а вторая смерть була в непонятной ситуации. Чекайте, Росія визнала, що... Це на фоне 25 тисяч украинских военнослужащих, которые там були розквартированы. Значит, народ Крима, народ Крима, немає такого народу, народ Крима. Народ Крима. Кримско-татарський народ входить в народ Крима? Народ Крима, і це не секрет. Проголосував на референдумі. Проголосував на референдумі за хождение состава России. І не секрет, що по всім соцзапросам, по всім избирателям компаниям, Крим голосував, ми знаємо за кого прекрасно, да? Значит, голосував, откровенно, за пророссийські партиї даже намного більшій степені, чем это було даже на Юго-Востокі, который сейчас восстал. Поэтому по поводу Крима, пытаться удержати его, это значит Украине воювати с частью собственного народу, который не хоче бути в країнському государству, который не навидит його. Я бы хотела повернутися. У меня питание просто до вас будет. Давайте поки що ми Крим залишимо остороння, поговоримо про Донецьку область, про Луганську, про Харківську, там Запоріжжя і так далі. Ви мені скажіть, будь ласка, як вважаєте, люди, які там живуть, вони мають право висловлювати свою позицію, вони мають право на протест і так далі. Тим більше вони бачили, як протестували люди, скажімо так, з іншої частини України. Я не кажу, що там не було на Майдані представників Півдня і Сходу, звичайно, були, але більшою частиною, ви знаєте, хто там був, люди Півдня і Сходу мають право. Сто відсотків вони мають право протестувати. Більше того, вони мають право це робити в тих гострих формах, яких вони роблять. Тому що ті люди від партії регіонів і від комуністів, які прикидаються представниками їхніх інтересів, навправду їх експлуатують. Насправді вони працюють в незвичайно важких умовах праці. Направду вони отримують мінімальну заробітну платню. Вони вмирають від хвороб, спричинених варварською експлуатацією мінеральних ресурсів Донбасу. І тому, безумовно, ці протести мають місце і вони мають на це право. Інша річ, що партія регіонів, ну, рештки партії регіонів, комуністи намагаються їх спрямувати до неіснуючих проблем. Немає проблеми російської мови на Донбасі. Немає проблеми на Донбасі федералізації. Так само немає проблеми на Донбасі позаблоковості. А от проблема відсутності ліків для дітей там є. Але чомусь це питання не ставиться, а ставиться питання саме фантомне, яке, направдно, не становить ніякого інтересу для цих мешканців. Віктор, як считаєте, то, що зараз происходит на юго-востокі України, це зеркальний відповідь з событиям на Майдані, або там все-таки якісь інші інші фактори играють ключову роль? Собідие на юго-востокі є прямою реакцією на господарственні перевори 21 февраля, який незаконно змістив законного президента. Законний президент Янукович жив, здравствуй, не писав заявлений об відставці і т.д. Тому, конечно, це жістка реакція, але це реакція народних мас, протестуючих десятки, сотни тисяч, це невозможно інспирувати. Це внутрення проблема, яка решається в такій формі, формі масових народних протестів, як реакція на незаконне сверження президента Януковича. І реакція на політику тех сил, які прийшли в власі. Сил націоналістичних, сил, по сути, не нацистських, якщо ми говоримо, о свободі і правом секторі, який сидит за плечами, знаходиться за плечами нынешнього правящого режима, і який явився в движущій ударній силі, ви вже не будете спорити, господарського перевороту, сміщення. Політична платформа свободи і правого сектора мені і вам точно також відвістна. Це тотальна українська, це фізичні репресії, розправи з російським населінням, то, що зараз відбувається на Юго-Востокі, це, собственно, модель того, що було б з Кримом, якби містне насеління і еліт не рішилися на такий шаг. І так далі. Значить, по цьому це напряму реакція. Ви, кстати, хотіли смістити власть в Києві, але так, щоб Юго-Восток молчав, цього не буде, цього не получится. І вже не буде ніколи. Так, об цьому не тільки, а ми будемо говорити во второй части данной программи. А цю часть ми должны заканчувати, і ми вернемся в студію буквально через несколько минут, тому дождитесь і не переключайте. Дякую. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор